У чебоксарца Алексея Морозова необычное увлечение. Он изготавливает кельтские и индийские духовые инструменты. А потом на них играет. Как звучит шотландская валынка и индийская флейта, слушала Татьяна Леонтьева. Сантиметр за сантиметром. С каждым движением стамески будущий инструмент приобретает нужную форму. Алексей Морозов вырезает канал флейты Пимак. Нужно создать ровный, гладкий канал. Чем тоньше канал, тем лучше звук и сильнее реверберация этого инструмента. Работа кропотливая, занимает минимум 6 часов. Затем фрагменты нужно ошкурить и соединить столярным клеем. После обмотать веревкой для ушевоскрепления. Я оставляю на полдня день. Тогда столярный клей. Хорошо. Склеится. Сыграть пока не получится. Нужно сделать свистковое устройство и аппликатурное отверстие для пальцев. Под инструмент подойдет не любая древесина. Вот это сосна. Традиционно именно из хвойных пород индейцы делают флейты. Хотя она не совсем подходит. Это мягкое дерево, сосна. Чем тверже дерево, тем оно лучше. Тем оно имеет лучшие характеристики в плане звучания музыкального инструмента. К таким относятся клен, береза, ибеновое, и красное дерево. Мастер в основном работает с первыми. Вот так звучит уже готовый пимак. Алексей мастерит духовые инструменты 5 лет. Все началось, когда юноша услышал игру на ирландской флейте, вистле. Ему понравилось настолько, что он решил повторить. Первое, на чем я поиграл, это Тин Вистел Кларк. Я заказывал его с Владивостока. Через недельку он приехал. Я начал свои тренировки. После мне понравилось то, что конструкция этого музыкального инструмента довольно проста. И я решил, почему бы не попробовать сделать самостоятельно такой инструмент. Первым инструментом в его коллекции стала флейта из трубы ПВХ. Флейты из алюминия, дерева и даже глины. Коллекция разнообразна, и у каждого предмета свое неповторимое звучание. Это двойная окарина. Среди духовых особенно выделяются волынки. У мастера их две – шотландская и немецкая. Они отличаются размером и звучанием. В коллекции Алексея осталось 10 музыкальных инструментов. Другие он раздарил. Впрочем, скоро она может пополниться. Мне бы хотелось когда-то в будущем, надеюсь, в ближайшем, сделать струнный музыкальный инструмент. Он называется «Харди Гарди». Это что-то между пианино и скрипкой. Мастерит инструменты, играет на них и пишет музыку. На любимое дело Алексей не жалеет ни времени, ни сил. А награда – своеобразная медитация. Если играешь на флейте индейцев, ты как-то переносишься в эту эпоху и в эти западные лесные леса. Ты начинаешь чувствовать как-то свободу и свежесть того народа. Что касается и волынок, и других ирландских, и, в общем-то, гельтских инструментов, то тоже переносишься куда-то в горы и чувствуешь культуру. Прикосновение к мастерству. Под таким названием в столице Чувашии прошел фестиваль детского июня.